Ребята, внимание! Встаемся тихонечко. Берем, уходим, просевалку, берем только верхнюю одежду и одеваемся. Маленькие участники тренировки действуют на удивление слаженно. Для малышей это игра, а вот для взрослых настоящее испытание. Никого не забыть, быстро одеть подопечных и столь же быстро вывести на улицу, при этом не создавая заторов. А главное, не посеяв ненужный страх в юных сердцах. Одной тренировки для всего этого явно недостаточно. Где она? Здесь? Авдулин Тимур. Абрам Мульяна. Короткая перекличка, все воспитанники на месте. За дело принимаются спасатели. Они понимают, научить ребенка правильно вести себя при пожаре очень важно. Недавняя трагедия в Беляйском районе, когда в огне погибли сразу четыре ребенка, показала, если бы не детская паника и страх, жертв вполне можно было бы избежать. На фоне последних событий, гибели, массовой даже гибели детей в жилье, мы приурочили данное мероприятие, эвакуацию людей и проведение вот этого открытого урока, чтобы до детей довести, что спички это не игрушка, и баловаться с огнем в жилье, на улице, на природе, это недопустимо. Тем временем дети возвращаются с холодной улицы в теплые группы, и тренировка игра завершена. Воспитатели подводят итоги и еще раз напоминают подопечным, как вести себя в случае чрезвычайной ситуации. В детском саду разработана специальная программа по обучению детей. Начинается обучение детей со второй младшей группы. Мы считаем, что даже маленький ребенок, зная основные правила, может справиться с экстренной ситуацией. Впечатлений у участников тренировки теперь, пожалуй, хватит до вечера. Учения получились интересными, а главное, познавательными. И теперь эти ребята точно знают, что нужно, чтобы не допустить пожара. Надо соблюдать такие правила, например, чтобы на елке нельзя зажигать свечи, а то может случиться такой пожар, что уже и пожарники не помогут. Виталий Сапожников, Виктор Горшенев. Наше время.